Книги Ветхого Завета Книга Пророка Наума Глава первая Пророчество о Неневии Книга видений Наума Елкосиянина Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гнее. Мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в бурешествие Господа, облако, пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают, вянет васан и кормил, и блекнет свет наливания. Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его, и Вселенная, и все живущие в Ней. Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его изливается, как огонь, скалы распадаются пред Ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов Его постигнет мрак. Так, что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится, ибо сплетшиеся между собой, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь. Хотя они в безопасности и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать. И ныне я сокрушу ярмо Его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. А тебе, Ассур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканов и кумиров. Приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои. Исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый. Он совсем уничтожен. Глава вторая Поднимается на тебя разрушитель. Охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресло, собирайся с силами. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях. Блеск от них, как от огня, сверкает, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем. Поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено. Она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была, как пруд, полный воды, а они бегут. Стойте! Стойте! Но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена и разорена она. И тает сердце, колени трясутся. У всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Где теперь логовище львов и то пастбище для львят, по которому ходили лев, львица и львенок, и никто не пугал их? Лев, похищающий для насыщения львят своих, и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычей пещеры свои и логовища свои похищенным. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, «И сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львят твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышен голос послов твоих». Глава третья Горе городу кровей Весь он полон обмана и убийства, не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохоть скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят копья. Убитых множество и груды трупов, нет конца трупам, спотыкаются от трупа их. Это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародействе, которое блудодеяниями своими продает народа и чарами своими племена. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою. И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренной и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет, «Вот разорена Ниневия! Кто пожалеет о ней? Где найду я утешителей для тебя?» Разве ты лучше Ноаммона, находящегося между реками, окруженного водой, которому валом было море, и море служило стеной ему? Эфиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе. Но и он переселен, пошел в плен. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а о знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься. Так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины, у тебя. Врагам твоим настиж отворятся ворота земли твоей. Огонь пожрет запоры твои. Начерпай воды на время осады. Укрепляй крепости твои. Пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжига кирпичей. Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница, хотя бы ты умножился, как гусеница, умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе. Но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча. И военачальники твои, как краи мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь ассирийский. Покоятся вельможи твои. Народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. Нет врачевания для раны твоей, болезненно язва твоя. Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Конец книги Исследователи, иortedён на пастыре, значения приносить пот. Продолжение следует...